Дмитрий Александрович Дмитрий Александрович Дмитрий Александрович Дмитрий Александрович про микросервисы я думаю здесь тоже наверно на предыдущих коды фестов об этом постоянно все говорили что микросервисы это круто и это здорово и это замечательно да и возникает правда один такой нюанс их надо как-то написать в конце концов то есть мы про их много слышали но про них почему их надо писать сразу небольшой дисклеймер мы не будем рассуждать насколько это хорошо или плохо да насколько такая архитектура лучше или хуже других наш основной вопрос как их написать они зачем для этого я вам подготовил такое небольшое демо во время всей вот этой презентации мы будем типа писать приложение и будем его развивать мы с моим другом из болгарской болгарской джава юзер группы написали небольшой воркшоп и в общем то мы будем его использовать как пример и в этой презентации представьте себе у нас есть такой типа редактор журнальчиков и каждая из его основных фич делается с помощью микросервисов то есть если посмотреть основную архитектуру нашего приложения у нас будет несколько сервисов которые как всегда микросервисов образуются такие странные нечитаемые диаграммы взаимодействия который кстати идея неплохо строят эти все взаимодействия про там тоже потом тяжело читать так вот у нас будет приложение у нас будет гуи у нас будет всего 4 сервиса которые так относительно толстые каждый будет как вот по основным догмам микросервиса очень хорошо отвечать и работать именно в той области в которой он очень крут соответственно у нас будет микросервис который отвечает за автор у нас будет микросервис который часть за сабскрайберов за контента за юзеров и так далее то есть каждый будет отдельный микросервис так вот сделать надо это очень все модно и красиво и сразу возникает вопрос а как это делать модно и красиво сейчас большинство людей которые спрашивают все говорят о надо делать на ноде и ногу так делает убер так делать там еще ребята какие-то крутые но кодифес хотя не джава прям такие конференции но тут джавовская юза группы сильный и у нас джавовский стек и сразу вопрос вот вам надо написать микросервис что у вас возникает как первая мысль как вы будете его писать аллилуйя да возникает ну естественно вопрос не прикручивать же веб-сферу к этому делу да чтобы дописать микросервис но об этом чуть-чуть позже да тоже можно будет сделать в общем-то спринг-букт это это прекрасно и почему потому что спринг-букт предлагает нам такой стратегии называемый конвеншен новый configuration решение у вас все предварительно настроено вы ставите всего 150 тысяч аннотаций и у вас все начинает работать просто его запускаете все приконфигурировано все оптимально есть разные стартер пакеты да это круто это стендалон решение у него уже внутри есть том катали джете вам не нужно ничего этого дела конфигурить деплоить вары и так далее как я сказал целая куча стартер помов ничего не путается конфигурация очень много полезных плюшек типа метрики health и так далее самое важное большинстве случаев не нужна xml конфигурация в общем то он прекрасен и так думают абсолютно все вы знаете почему то есть если мы начнем писать наше приложение я его не буду сейчас запускать сожжение времени так много как я сказал 141 слайд мне надо писать в 40 минут и у нас у нас есть небольшое приложение то есть там чтобы написать обыкновенный микросервис нам нужно действительно сделать очень очень немного мы помечаем наши наши классы один момент подождите к нам что-то не хочет запускаться ладно мы помечаем наши классы буквально двумя-тремя аннотациями у нас все начинает прекрасно работать ну так вот возникает вопрос один одно ли это решение действительно для этого провести на небольшой экскурс в общем-то в ее потому что будет существовал не всегда я и для нас представляется большим огромным отвратительным монстром то есть ему уже 20 лет этому проекту и он рос 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 и он стал действительно огромным неповоротливым животным которые очень тяжело поддерживать которые вот вы знаете мы ассоциируем его с веб-сферой и подобными вещами и в целом все вот это время он рос у нас возникло огромное количество спеков более того роутбаб его до сих пор продолжаете продолжается несмотря на то что случилось ну в общем то вы знаете что случилось оракл в один момент сказала что мы не будем больше этим заниматься нам надоело заниматься интерпрайсом да и образовался такой проект который его продолжает называется он назывался он сначала и и эфор джей да его передали эклипсу но потом ему придумали более красивый флажок и это все дело стало называться джаккарта и и то есть это ушло из-под контрола контроля оракола и ушло в общем то в комьюнити но в целом ей ей себя представляет вот такое огромное нагромождение спецификаций которые большинстве случаев нас очень сильно пугает и каждый раз когда мы запускаем что-то и ешное у нас все вот эти вот спецификации запускаются и взлетают вместе с нами кстати у спринга надо заметить что у них тоже много чего есть когда все говорят что типа уит де очень большой если посмотреть спринг то у него тоже очень много всего но очень часто оно не запускается вместе но опять же мы немножко не об этом у нас простая задача нам нужно запустить всего совсем немного микросервисов сделать нужно это действительно чтобы это было маленькое и не поднималось большое количество спецификаций опять же небольшой дисклеймер я просто в течение дня использую 5 языков и могу придумывать новые слова потому что да языки похоже но иногда я путаюсь так вот нужно совсем немножко и не хочется поднимать все вот это огромное количество спек которые есть так вот ребята из вот этих контор сели и подумали кстати не только из этих контор есть еще и вот эта контора да который непонятно зачем мы каким образом но тем не менее она тоже сказала ой мы тоже хотим поучаствовать в этом процессе они сели и подумали что смотрите ребята у нас чтобы поднять микросервис как таковой нужно очень немного и они сели и подумали и придумали нечто которое называется микро профайл и большинство из нас привыкли думать что это ведь то же самое и е да только по-другому называется на самом деле это абсолютно разные вещи и я надеюсь что я сегодня попытаюсь вас в этом убедить так вот что это такое eclipse microprofile нынче называется eclipse раньше но не было эклипсом то есть эклипсом оно стало впоследствии то есть под под eclipse foundation это open source комьюнити спецификация для микросервисов для java и образовано она сообществом частных лиц организации разработчиков как и здесь в работающих в рамках вот eclipse foundation над проектами открытым с открытым исходным кодом какие основные концепции были то есть мы должны создавать минималистичный fat jar который мы можем полностью запускать минимально или полностью в отсутствующей конфигурации то есть опять же convention of over configuration принцип и самое важное это портабильность что значит портабильность код который мы пишем нужно легко переноситься между всеми серверами которые поддерживают microprofile и так вот серии подумали а что же нам вообще в принципе нужно для написания одного микро микро микросервиса и решили в 2016 году это спек она действительно вот она очень свежая и решили что для того чтобы у нас нормально работал микросервис нам нужно всего три спецификации это cdi context dependency injection это json p потому что можно как-то объекты преобразовывать в джейсона и jacks rs rs чтобы экспозить их через через рест сервисы кто-нибудь вчера был на вот этой вот тусовки там как это называется правильно автор партии да были но там товарищ пел про что рест у нас плохой что у нас есть enterprise waterfall и так далее вот эти спеки как раз прекрасно поддерживают waterfall и наш ужасный рест их всего три подумайте вы ну по-хорошему сказали вот мы начнем с малого и что получается чтобы использовать микропрофайл 1.0 до в рамках кого-то сервиса ровно так же как вот например вы запускаете томи сервер например и пишите что у меня вот есть java ee7 которая как провайдет спецификации точно так же вы вставляете небольшой депенденции который говорит что вот микропрофайл 1 у нас провайдет если все нормально если сервер поддерживает мы по идее просто запускаем приложение что я сейчас и попытаюсь сделать то есть я сделал небольшое совершенно приложение которое у нас например данном случае отвечает за субскрайберов так единственное что выключить надо то большое какая у нас идея здесь сейчас я сделаю классическую команду килл джава простите иногда не все сервисы заключаются правильно так вот у нас есть сабскрайберы мы создаем небольшой аппликейшн я надеюсь вы можете читать все видно да в конце если что-то не видно прям кричите что не видно пустое приложение у нас есть некий класс который описывает нам этого сабскрайбера репозитор просто чтобы хранилось и вот тут все самое интересное мы создаем просто обыкновенный ресурс который ровно как бути говорим что у нас вот такой-то путь мы мы продуцируем джейсон мы живем реку и сколпе и тут очень похожие вещи на обыкновенные джейсоновские то есть на обыкновенные спринговские вещи то есть мы даем например возможность взять всех сабскрайберов мы даем возможность искать и так далее единственное что нас пока немножко пугает это то что у нас есть джейсон пи это значит что мы должны практически ручками парсить наши наших вот преобразовывать наши классы в rest объекты я тут сделал небольшой скриптик если посмотреть что у нас билдилось в конце в конце концов у нас получается обыкновенный бандл jar файл который мы можем запускать сделал маленький скриптик который его запускает и сейчас я взял проект как всегда не работает нормально а я тут вот видите на код сломал ничего такое бывает да лучше контроль z идея очень старательная да что ж такое то простите тут немножко столик высокий мне неудобно но ничего вот тогда основная задача какая у нас существует сейчас несколько серверов которые поддерживают microprofile здесь я взял payara сервер payara сервер это они в принципе участвуют во всем этом во всей этой спецификации они сделали очень очень маленький сервер это глаз фишерский сервер с коммерческим саппортом и сейчас мы пытаемся запустить в чем основная фишка того что есть пока он запускается что если я возьму этот же абсолютно код который здесь у меня есть я создал этот второй проект и сделаю конфигурацию на wildfly то есть я могу фактически просто скопипастить этот код и ровно таким же образом запустить его на wildfly и у нас по хорошему все должно работать абсолютно точно так же то есть говоря о том что у нас есть комплект вот этих вот аннотаций типа produces ритп сколп инжект как вы видите инжект это сидя и спецификация и мы можем совершенно спокойно использовать это в других серверах если бы у нас было чуть больше времени можно было бы показать как я просто копипастю и включаю и сейчас по хорошему если я уйду в localhost и просто сделаю all значит у нас 90 130 порт где я его тут поставил а subscribers то у нас отобразится обыкновенный красивый json значит я на 80 80 его сделаю а что ж такое это sub-scribers извините пишу медленно что 90 130 вот аллилуйя мы сделали маленькое наше рестовое приложение которое нам выдает какую-то информацию как вы видели оно не сильно отличается от бута более-менее более того этот код если я его запущу сейчас на wildfly он побежит совершенно спокойно и будет работать замечательно сейчас надо это правильно убить то есть как вы видите пишем небольшой код никаких xml никаких там сложностей мы просто запускаем портабельный код но как оказалось спека растет и все говорили что здорово чтобы и конфигурация между серверами ездила потому что все серверы конфигурируются по-своему соответственно ввели новую спеку называется конфиг и основная идея это выносить конфигурацию из программы и сделать это на какой-то общей основе для этого взяли несколько разных спецификаций типа типа дельта спайка типа и сделали общую версию для этих всех серверов и сказали что пожалуйста все серверы которые поддерживают спек 1.0 пользуйтесь конфигурацией и тем самым у нас получился 1.1 версия то есть если мы посмотрим вариант я не буду еще запускать я просто покажу код у нас появился такой файл microprofile.properties в который мы можем выносить какие-то двойки значения свойства сейчас лишний раз нажимаю слишком много нажимаю не ту клаву не ту кнопки клавиатуры сейчас да например у нас есть свойства user service url это url другого сервера который мы используем и здесь мы просто можем их у нас в код заинжектить и так это делается на всех абсолютно серверах это будет работать и на wildfly это будет работать и на liberty profile это будет работать и на томи серверы тем самым у нас появилось свойство и конфигурировать все серверы одинаково точно так же мы просто вставляем это и у нас как provided свойства в maven или в gradle и у нас все компилируется совершенно спокойно но аппетиты начали возрастать соответственно по сути начали использовать уже эти спецификации в продакшене и поняли что вы знаете мы делаем очень много микросервисов но у них микросервисов есть свои абсолютно потребности с точки зрения то как их обслуживать и то как они живут в той экосистеме которой они эксплуатируются соответственно возникло еще несколько спецификаций которые первое это естественно fault tolerance это health check это метрики и каким-то образом нам нужно чтобы сервисы жили при относительном secure environment то есть нам нужна авторизация и аутентификация и для этого было введено gvt соответственно очень важно во всей этой истории знать что как вы видите спека появилась с сентября семнадцатого года то есть год она буквально пожила на разных в разных проектах и люди из комьюнити серии сказали так нам нужны такие-то вот новые свойства данной данной спецификации то есть конфигурация развилась появилась другая штука называется health check то есть серверы особенно если они живут в каких-то контейнерах и чтобы разные контейнеры понимали в каком состоянии находится тот или иной сервис потому что микросервисная архитектура поднимала как сказать ее основное свойство что если у тебя вылетит один микросервис то не ломается все приложение да и в принципе опрашивать о здоровье сервиса это абсолютно нормальное явление так вот создали целую спецификацию для этого которая позволяет микросервису публиковать свое здоровье то есть если вы когда-нибудь в буте пользовались health то есть примерно от этого взяли но развили то есть если мы посмотрим наш проект сейчас я все лишнее повыключаю опять же и для этого я сделал вот 1.2 проект мы сейчас его не будем пока запускать но делается небольшой класс аннотируется что health и что у нас есть респонс который нам говорит что например нас сервер зависит от нескольких других сервисов и его здоровье тоже зависит от нескольких других сервисов делается единственная функция call и она говорит что да если все работает все прекрасно то есть я здоровенький сервер давайте мы пока сделаем так мы все запустим пока она запускается я расскажу про другие спецификации интересно то что наше вот это приложение которое сейчас мы используем каждый из этих микросервисов работает на разных серверах у нас сабскрайберы работают на пояре контент работает на wildfly авторы работают на хамоке и юзеры работают на open liberty то есть у нас сейчас такая сборная солянка серверов это что значит что каждый из команд волен выбирать свой сервер и в общем то запускать на нем либо если у нас такая у нас просто была действительно такая ситуация когда у нас разные компании разрабатывают разные сервера и соответственно у них разный лайсенсинг есть и когда одни ребята сказали у нас есть лайсенс только от redhut мы другим пользоваться не можем да они спокойненько себе писали код на redhut а нам его потом поставляли а мы его гнали уже на если не ошибаюсь на open liberty да в этом то вся в общем то прелесть того что происходит и если мы вот сейчас ну пускай он запускается сейчас посмотрим то есть у нас есть понятие health check когда у нас все сервисы заработают мы можем просто дать их не health и он нам даст результат о том что все хорошо следующее как оказалось слишком важное это метрики метрики нам нужно красиво мониторить это все нужно делать из коробочки и каждый из серверов стал предлагать и понятие метрики причем мы можем мерить буквально все что нам захочется если я так он по-моему у нас запустился кстати давайте проверим работает ли наше приложение на 9000 да оно работает если мы войдем сюда туда у нас все работает и пойдем например 9130 subscribers и даже просто скажем метрикс а health health а сабскрайбер значит вот видите сервер нам выдает наш статус здоровья то есть я здоровенький у меня все работает да более того мы можем читать метрики метрики выдают в формате прометеус прометеус слышали такая штуковина да ну если что спросите меня там в кулуарах потом да но мы можем это не в метре не в прометеусе выдавать мы можем это выдавать и в джейсоне то есть если я вот сейчас я clear сделаю если я ему правильный хедер дам то он мне просто скажет выдайте пожалуйста все метрики в джейсоне я не знаю это сильно хорошо читается или нет но допустим то есть мы метрики можем выдавать более того мы метрики можем публиковать трех разных типов мы можем публиковать метрики от сервера мы можем публиковать метрики от от нашего приложения мы можем публиковать метрики от application-specific, то есть до корректного сервера есть свои метрики. Сейчас, одну секунду. Если мы запустим, ну, например, Parmeteus, он начнет читать у нас с сервера, и мы уйдем в localhost 9090, если ошибаюсь. Да, 9090. Вот у нас Parmeteus. И здесь у нас возникают наши метрики. То есть мы опубликовали, что, например, сколько раз к нам сабскрайберы подписались. Для этого мы в коде в нашем вставили совершенно небольшое это что было? Совершенно небольшой кусочек кода. Говорим, что вот у нас, пожалуйста, метр вот. Мы просто вставили аннотацию, говорим, типа, сколько у нас есть авторов. И он тем самым сразу опубликовал нам нужную метрику. И если мы еще и запустим и графану, которой мы это все дело привязали, 3000, если я не ошибаюсь, порт был графаны. Да, то у нас вот я сделал тут целый дашборд, который нам показывает, какой у нас CPU, какой у нас memory usage. Но сейчас ему нужно время, чтобы это все дело заполнить. И, например, сколько у нас сабскрайберов подписалось. То есть это все сразу же публикуется прямо из сервера, из коробочки. Вот в этом-то его все преимущество. Опять же, если какие-то детали нужно, просто я в 40 минут пытаюсь уместить очень много. Следующее, что у нас идет, это fault tolerance. То есть все ломается, и в микросервисах это нужно все очень gracefully, так сказать, хендлить. Для этого взяли готовые практически решения типа Hystrix и Failsafe, и сделали хорошую новую спеку, которая называется fault tolerance. И там придумали определенные тоже аннотации, которые нам позволяют контролировать. То есть мы можем посмотреть тайм-аут, мы можем сказать, сколько раз ретрайд использовать тот или иной сервис, каким образом ему делать fallback. Прикрутили даже такую штуковину, которая называется circuit breaker. И, соответственно, мы можем даже выдерживать некий backpressure, который идет. Если у нас сервер, например, такой, относительно слабенький, то мы можем сказать, что, пожалуйста, больше там пяти тредов вот на этот запрос не отдавай, потому что треды тяжелые, и какая-то обработка идет очень тяжелая. И мы можем это все дело контролировать. Circuit breaker, я буквально скажу, что концепция лучше, наверное, почитать у Мартина Фоллера, как это все описано. То есть если вам интересно, все это действительно у него здорово описано. Но у нас мы можем буквально одной аннотацией точно так же вставить в наш код. То есть если посмотреть наш код и посмотреть, ну, например, fallback или retry, вот здесь вот мы можем сказать, что смотрите, вот у нас есть какой-то автор. Если у нас тайм-аут 800 секунд, то и ничего не сработает, пожалуйста, сделай fallback и выдай нам какого-то дефолта автора. Опять же, это штука, которая называется пример. Кстати, вот этот проект вы можете скачать у нас на гитхабе, а потом ссылочку дам, если вам хочется поиграть с микропрофилом. Там под каждый микропрофил есть такой типа воркшоп, который мы делаем. Да. То есть у нас есть специальная аннотация, которая полностью позволяет нам прямо в коде говорить, что нам делать, каким образом ретраить и каким образом пытаться восстановить наши микросервисные вот эти вот… Извиняюсь. Да. Восстановить ситуацию, если у нас микросервис не работает или микросервис каким-то образом страдает. Следующее – это естественная безопасность. Как вы видели, мы там авторизовывались, и для этого мы используем JSON Web Token. Слышали про GVT? Слышали, да? То есть в большинстве случаев, если опять же есть вопросы в экспертной зоне, я с удовольствием на них отвечу. Здесь у нас есть полная инфраструктура для этого. То есть у нас есть опять же определенное количество аннотаций, и каждый из наших серверов способен абсолютно легко работать с GVT. Более того, у нас есть GVT, называемый Pass True. Когда у нас разные сервера, и к ним приходит GVT Token, он может абсолютно предсказуемым образом, стандартным образом реагировать. То есть сейчас у нас работает четыре разных сервера, и JSON Web Token, который ходит между ними всеми, обрабатывается абсолютно стандартным образом. То есть мы просто берем код, копипастим его, и он начинает работать. Да, и у нас для этого есть весь набор стандартных аннотаций. Как вы поняли, вот данное приложение тоже, я просто вставляю 1.2 как скоп, и все работает. Вот у нас вот это вот демо, которое я показывал с самого начала. Опять же, ввиду отсутствия времени, просто не буду до конца доходить до деталей. И так вот. Единственное, что есть такая штука, я думаю, эта картинка известна всем тут, в Новосибирске, да, типа островок стабильности, как в ядерной физике. На 1.2 в целом спецификация от 1.2 вперед, спецификация начинает развиваться быстрее, чем ее начинается портить сервер. Потому что возникает много новых спецификаций, которые нужно сделать. И сами вендоры просто не успевают их имплементировать. В целом 1.2 является такой самой стабильной сейчас. Но тем не менее, дальше идет 1.3 спецификация, где появились хорошие вещи, как open tracing, open API и res client. Опять же, учитывая малое количество времени, сильно в детали входить не буду. Но если сказать, что open tracing позволяет нам… Давайте попробую как раз запустить 1.3, пока он запускается. Расскажу про спецификации. В данной ситуации у нас… Сейчас, ох, я опять не там пишу. мы позволяем делать трейсинг с помощью, например, того же тула типа Zipkin. Мы можем следить, какие у нас запросы, через что проходят. так, секунду… ЦД… Да-да-да… Мои ВНы… Да-да, ЦД надо убрать… Мои ВНы… Да… Реперти сервера… Надеюсь, что все сработает. Точно так же мы можем трейсить, то есть сколько… Посылая один реквест, мы можем трейсить, через какое количество микросервисов оно проходит. Для этого есть трейсинг спецификация. Более того, кто-нибудь из вас свагером пользуется? Да, то есть вы знаете, что свагер – это важнейшая часть для описания API. для этого точно так же существует OpenAPI и REST Client. То есть не только микросервисы являются источниками какой-то информации, но они сами потребляют другую информацию. Метрики, соответственно, улучшились, конфигурация очень сильно улучшилась. Если мы успеем запустить все это дело, то OpenAPI нам покажет красивую картинку в стиле свагера, как у нас наш микросервис описывается. Опять же, свагер является его вдохновителем. В данной ситуации мы поддерживаем API V3 спек, и мне кажется, что сейчас идет дискуссия о следующей версии этого спека. Трейсинг мы можем как раз вот зипкинг. Вы хорошо сказали, что зипкинг надо запустить. Да, зипкинг запускается обыкновенный джарчик у нас, и все должно работать, по идее. Так вот, у нас все эти спеки существуют. И REST Client. То есть мы можем стандартным образом описывать наш REST Client. Более того, тут очень здорово все сделано. Мы описываем просто интерфейс, и каким образом маппить файлы. Остальное за нас дописывает практически, является, типа кода генерации, до нас дописывается вся вот часть по вызову REST и его маршлингу и анмаршлингу. Это очень облегчает нам жизнь. Сейчас я посмотрю, работает ли все. Я попытаюсь за пять минут еще рассказать. Да, все как ни странно запустилось. Такого у меня пока не бывало. Но тем не менее, если мы посмотрим OpenAPI, то здесь вот как раз мы можем спокойненько, как в виде слагера, читать наше описание нашего API. И это идет прямо из коробочки, опять же из сервера, и это идет на каждом сервере. То есть если мы посмотрим наш код, то мы можем прямо в коде описывать, что вот у нас есть API response и request, то есть очень сильно напоминает Swagger. Более того, то есть вот это все автоматически к нам генерируется в красивой API, которую мы предоставляем нашим пользователям. Точно так же у нас, видите, идут метрики, точно так же у нас идет здоровье. В общем, в данной ситуации у нас действительно представляется огромная инфраструктура для всего этого дела. Ну так вот, всего лишь меняем циферку на поме, и у нас все начинает работать. Главное, чтобы сервер это поддерживал. 1.4 был релиз сервисный, это, видите, 2018 год, второй квартал. И дальше выпустили microprofile 2.0. Основная задача – это появление JSON-B. То есть теперь парсингом будет заниматься JSON-B спецификация, нам не нужно самому ничего парсить. И оно, как ни странно, прекрасно работает. То есть тут уже совсем прям Spring Boot получается. Потому что берем объект, отдаем его, и он каким-то магическим образом возвращает нам REST. 2.1 тоже был небольшой сервисный релиз. И вот здесь вот microprofile 2.0 – это то, что вышло две недели назад. То есть мы совсем свеженькие. И как ни странно, буквально я летел сюда в самолете, и перед тем, как сесть в самолет, я заметил, что IBM Liberty начал его целиком поддерживать, этот профил. То есть им буквально потребовалось две недели, чтобы допилить все опишки и запустить его в продакшн. Просто меняем цифру, и все. Кто-нибудь из вас слышал про Istio, такая штуковина, да? Точно так же, как везде, как вы видели, у нас вот это вот все fault tolerance, security, health metric, это идет прямо в сервисе. Но мы знаем, что мы можем это все дело отделить в сайт кар и заставить Istio полностью об этом всем деле заботиться. По-хорошему, тем самым мы можем просто сделать fallback microprofile 1.1, а все остальное отдать Istio. Собственно говоря, есть очень хорошие туториалы, как это все дело происходит. Вот прямо на эклипции как сервис Mesh, они дают готовый пример, как использовать microprofile для этого. Сразу вопрос, как там с тестированием? В общем-то, кто из вас знает, что это такое? Слышали, такая штука называется Arkelean. В общем, Arkelean это тяжело, трудно и плохо. И могу сказать прямо откровенно, что пока с тестированием тяжело, но сейчас разрабатывается большая спека для того, чтобы все это дело заработало. Очень неплохо живут тест-контейнеры во всем этом деле. Но, например, буквально недавно Антонио Конкальвес, известный товарищ в микропрофильной среде, прямо, который, между прочим, участвует сам в этом проекте, прямо с критикой обрушился на то, что тестирование сделано плохо. И сейчас огромное усилие вкладывается, чтобы это все было как у того же бута. Это значит, что все должно происходить быстро. Так вот, зачем применять микропрофайл? Ну, оно стандартное, оно open source, оно саппортится действительно огромным количеством вендоров. Всего один пом, как вы поняли, автоматическая конфигурация и очень много полезных плюшек именно для микросервисов, которые живут там. И не посмотреть вот этот вот слайд, да, то возникает вопрос, вот это, помните, такая реклама была, да? Затем платить больше. А платить – это хороший вопрос. Можно сразу вопрос, кто из вас, вот присутствующих здесь в зале, принимает, в какой технологии будем что-то писать? Да. Вы молодцы. Потому что в большинстве случаев девелопром просто дают что-то и начинают писать. А платить надо. Очень часто оно может быть небесплатное для самой фирмы, которая пишет. То есть процессы лицензирования, они обязательно будут присутствовать. Кто будет за это платить как саппорт? Какая сертификация и допуски? Вот вы не поверите, но, например, у нас была проблема, что у нас логи не локализованы на немецкий язык были. То есть кто будет локализовывать логи сервера. А оказывается, по немецкому законодательству все логи сервера должны быть на немецком языке. И под это подходил только Wildfly сервер. И его только ради этого купили. Ну там купили саппорт и так далее. Как я сказал, то есть законодательством тоже существует проблема. Очень много плюсов. Все это переписывается практически заново. То есть ЕЕ, вот это наследие ЕЕ, оно практически ушло от нас. Создается очень много новых фреймворков. Вот как хелидон, как вы видите, микрофреймворк. На нем можно писать и как в стиле микрофреймворка, но можно писать и в стиле микропрофайла. Это значит, что вы просто берете этот код, копируете, и он начинает работать у вас в хелидоне. То есть вы видите, что у вас есть большой стэк микро вот эти вот базированные фреймворки и совсем типа микронавта, хелидона и тогда и джавалина. Если это все стандартизировать, получается прекрасно. То есть ЕЕ уже вот не так тяжел. Сейчас сделали еще и стартер. Вы понимаете, как у бута, да, нажимаешь стартер, да, он вам генерит файлик. Они сделали точно такой же стартер, и можно выбирать все нужные беты. Очень быстро меняется, буквально одну минутку. Пока я опять же летел сюда, появился, как сказать, new kid in town, называется Quarkus. Слышали о таком? Да. В общем, они себя позиционируют, как очень субатомная маленькая джава, и это действительно так. Более того, под ее написано тоже community-driven. Большая библиотека по всем вот этим сторонним спецификациям, как fault tolerance, health и так далее, и так далее. И если посмотреть, буквально я вот тоже взял, скопипастил наш код, скопипастил наш код в Quarkus. Секунду. Вот это тот же самый subscriber и так далее, и так далее. Я его прибилдил, и получается, что если я его просто запущу, это уже native image. Это уже идет абсолютно native image. Как вы видите, за 0,6 миллисекунд у нас запускается готовый сервис. Если мы дадим all, то у нас возникает такой же абсолютный ответ. То есть вот это сейчас native абсолютная вещь. Один из сервисов у нашей компании я уже на Quarkus передел, просто потому что у нас был стандартный код. Я просто его скопипастил к нам, и он начал работать. То есть у меня миграция, вся миграция у меня длилась 42 минуты, из которых часть я просто скачивал помники. Да. И, собственно говоря, что я хотел сказать, что там с тестами тоже все сделано правильно, там уже поднимается контекст, и это дает Quarkus. И я на три минуты превысил свой срок. Очень за что извиняюсь. Тем не менее, спасибо, что вы пришли. Надеюсь, было интересно. Здравствуйте, спасибо за доклад. А вот такой вопрос у вас на слайде не было. Про это написано интеграция с сервис дискавери, лотбаунсинг и так далее. Важная для микросервисов вещь. Ну, с малым. Интересно с сервисом, с лотбаунсингом и так далее. Это, в принципе, предоставляют сами серверы. То есть это уже фишки самих серверов. Сам микропрофил за это пока еще не отвечает. Идет дискуссия, включить ли это. Идет дискуссия. То есть вы видите, спека, она очень молодая. И сейчас действительно, если вы пойдете на форум или на гугл-группу, которая это все дело делает, там действительно есть дискуссия, и они думают, включить ли это в стандарт. Но пока что это является фишкой каждого сервера. Ну, в SpringGate есть Spring Cloud Kubernetes, например. Такая библиотека, которая позволяет там, например, конфиги читать из кубернетевских конфиг-мапов и так далее. Здесь разрабатывается что-то подобное или это нужно самим будет написать? Значит, именно контейнерные спеки. В большинстве случаев сейчас вот MicroProfile 2.3, по-моему, уже будет содержать себе аннотации, которые позволяют читать как раз из контейнеров, из внешних источников информацию. Пока что, опять же, это фишка каждого сервера. Но они сейчас пытаются действительно создать единый набор аннотаций для того, чтобы это сделать, или на единый набор правил для конфигурации. Там действительно, понимаете, там сейчас, как видели, участников порядка 12, 6 основных серверов, каждый тянет в свою сторону. Но у них есть такое, я даже участвовал в этом комьюнити коле, каждую неделю они собираются это все обсуждают и, в принципе, решения принимаются реально быстро. То есть сейчас есть такой демонт действительно и над ним работают. И давайте последний вопрос. Здравствуйте. Спасибо за доклад, очень интересно. Спасибо. У меня такой маленький вопрос. Вы в конце сказали, когда рассказывали про Quarkus, что вы один из своих микросервисов взяли и очень легко перекинули с микропрофайла на Quarkus. А зачем? Ради прикола. А у вас? Значит, посмотрите, у нас действительно, у нас есть один сервис, он был очень подходящим, он был стейтлесс сервером, сервисом. И он, сам бизнес-код, который в нем был, он очень хорошо подходил для GraalVM. В данном случае, я сбилил классический Native Image, и если посмотреть на этот Quarkus, то все EXE это 21 мегабайт, и в памяти оно занимает где-то 12 мегабайт реквеста. Это очень мало, действительно. Мы это сделали почему? У нас есть сервис, который скелится постоянно, очень сильно. Это значит, что в какой-то день у нас работает один сервис, там через 20 минут пришла нагрузка, нам нужно скелить горизонтально до 30 сервисов. Каждый сервис, как вы видели на старых вот этих серверах, запускается по минуте. Здесь он запускается сразу же. То есть у нас действительно был такой демант бизнес, что если мы скейлим, то он должен быстро запускаться. И мы его достигли этим Quarkus, это просто нам вот как специально сделали. Но он стейтлесс, там много ограничений. То есть если у вас стейтл, то возникают свои приколы. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.